Повесть временных лет Кончина княгини Ольги В начале XII века преподобный Нестор Летописец составил повесть временных лет. После набега печенегов на Киев Святослав княжил недолго и весной 969 года просил княгиню Ольгу отпустить его из города. Сказал Святослав матери своей и боярам своим, не любо мне сидеть в Киеве. Хочу жить в Переяславце на Дунае, ибо там середина земли моей. Туда стекаются все блага. Из греческой земли золото, паволоки, вина, различные плоды. Из Чехии и из Венгрии серебро и кони. Из Руси же меха и воск, мед и рабы. Отвечала ему Ольга, видишь, я больна. Куда хочешь уйти от меня, ибо она уже разболелась. И сказала, когда похоронишь меня, отправляйся куда захочешь. Через три дня Ольга умерла. И плакали по ней плачем великим сын ее, и внуки ее, и все люди. И понесли, и похоронили ее на выбранном месте. Ольга же завещала не совершать по ней тризды, так как имела при себе священника. Тот и похоронил блаженную Ольгу. Святослав по сыновней любви обещал матери все исполнить. Он послал золото в Царьград на помин ее души. Плакал по кончине княгини Ольги весь народ, потеряв в ее лице мудрейшую строительницу земли русской. Блаженная Ольга с малых лет искала мудростью, что есть самое лучшее в свете этого. И нашла многоценный жемчуг Христа. Была она предвозвестницей христианской земле, как денница перед солнцем, как заря перед рассветом. Она ведь сияла, как луна в ночи. Так и светилась среди язычников, как жемчуг в грязи. Были тогда люди загрязнены грехами, не омыты святым крещением. Она первая из русских вошла в Царство Небесное. Ее и восхваляют сыны русские, свою начинательницу, ибо и по смерти молится она Богу. За Русь. Ведь души праведных не умирают, как сказал Соломон, «Радуется народ похваляемому праведнику. Память праведника бессмертна, так как признается он и Богом, и людьми. Здесь же ее все люди прославляют, видя, что она лежит много лет нетронутая тлением, ибо сказал пророк, «Прославляющих меня прославлю». В 1547 году русская православная церковь причислила великую княгиню российскую Ольгу к лику святых в равноапостольном чине. Оплакав кончину матери, Святослав отдал свои владения сыновьям, а сам отправился в Болгарию, на Дунай. В год 970-й. Святослав посадил Ярополка в Киеве, а Олега – удревлян. В то время пришли новгородцы, прося себе князя. «Если не пойдете к нам, то сами добудем себе князя». И сказал им Святослав, «А кто бы пошел к вам? И отказались Ярополк и Олег. И сказал Добрыня, «Просите Владимира». Владимир же был от Малуши, ключницы Ольгины. Малуша же была сестра Добрыни. Отец же им был малклюбичанин. И приходился Добрыня дядей Владимиру. И сказали новгородцы Святославу, «Дай нам Владимира». Он же ответил им, «Вот он вам». И взяли к себе новгородцы Владимира. И пошел Владимир с Добрынею, своим дядей в Новгород, а Святослав – в Переяславец. Новгородцы хотели, чтобы у них был свой князь, знавший их обычаи. До сих пор они терпели киевского посадника, потому что во всей Руси был только один князь. Но когда древляне получили своего князя, новгородцы тоже захотели иметь своего. Играет музыка, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok